Внимание! Республика Башкортостан, Кушнаренковский район, Кушнаренковская районная больница. Пожилая женщина, 1935 года рождения, с переломом шейки бедра. В больнице отказывают в госпитализации, так как считают, что госпитализация не нужна. Случай не экстренный. Бабушку не могут довезти до дома. Бабушка живет в деревне. Донести ее просто нереально. Оставить ее до утра отказываются. Поставили вот такой сапожок, зафиксировали, который, сказали, будет помогать срастаться с шейки бедра. Сапожок, который устанавливают при переломе шейки бедра, сделан из швабры. Ребята, вот хотите, верьте, хотите, нет. Вот я ее раскрыла при вас. Вот, смотрите, бинт. Вот эта швабра, которую на ногу накладывали. Вот, не обманывай, смотрите. Вот, пальцем сейчас открою. Вот она дырка. Сейчас, пять секунд. Вот она дырка. Видите, для палки. Вот они забинтовали, вату туда подложили. Вот Кушнаренковская больница. Сделали бабушке шину, старые швабры. Швабру ломали при мне. Итак, что мы видим. Внучка снимает проблему со своей бабушкой. Бабушка поломала ногу. Это очень серьезно. У нее перелом шейки бедра. Если кто-то не знает, это выглядит таким образом. То есть, фактически, кость отламывается. Наступать на ногу, естественно, человек не может. Как это делали раньше? Раньше в таких случаях пытались скрепить это специальными шурупами. Это было малоэффективно. Фактически, это обозначало, что человек после ходить нормально не может. Но мы живем в 21 веке. И в 21 веке существуют технологии. И в 21 веке, например, в цивилизованной стране, если происходит что-то с человеком пожилого возраста от 60 лет, сразу же этому человеку меняется тазобедренный сустав на титановый. Выглядит он вот так. Это сустав очень подвижный. Он, естественно, не ржавеет. С ним ничего не происходит. Проверено в миллионах случаев. И у него есть гарантия 25 лет. Значит, если человеку 60, уже, скорее всего, до конца своей жизни он сможет пользоваться еще своими собственными ногами. И меняется сейчас не только шейка бедра, меняются даже коленные чашечки. И меняется очень много чего. И здесь это уже рутина. Это не просто такая редчайшая операция, а эти уже операции идут на потоке. Поэтому уже и стоимость этих операций не такая высокая, как это было раньше. В таких маленьких мелочах очень четко понимаешь, чем отличается современная Россия от цивилизованного мира. Где-то сразу же в операционную и менять сустав на титановый, где-то привязывают швабру к ноге. И, естественно, в той стране, где меняют сустав на титановый, там расходуют только 1% своего бюджета на вооружение. Там особо не заморачиваются ракетами, танками и прочим. В России очень сильно обеспокоены вопросами, связанными со своей армией. В России вообще очень много чем обеспокоены всякой ерундой. Например, созданием сейчас своего собственного интернета. Для чего? Ну, существует интернет. Оставьте вы эту сферу в покое. Нет. Они 134 миллиарда сейчас потратят на то, чтобы создать свой собственный интернет. А в больнице привязывают швабру к ноге. Мне в комментариях написали о том, что не надо, знаете ли, жалеть всех этих старушек. Потому что вот все эти старушки, они ходят и голосуют за Путина. В общем-то, зло в России от старушек. Потому что молодые на выборы не ходят, а бабки все, как одна, идут и голосуют за Путина. Но вот что думаю я. Интернет-аудитория все равно расширяется. Люди так или иначе приходят в Ютуб. Каждый открывает для себя на каком-то новом этапе, на каком-то очередном ролике, я верю просто в это, у кого-то открываются мозги. Исчезает вата, то, что было заполнено до этого, и вдруг человек начинает соображать. Показывайте ролики своим бабушкам, чтобы в следующий раз в них не возникло желания голосовать за Путина, про Путина, или хоть кого-нибудь похожего на Путина. Потому что страна уже дошла до ручки. Понимаете, в данном случае до швабры. Это уже хуже, чем при Советском Союзе. Это привет Венесуэла, где нет туалетной бумаги и пустые полки. И это привет Северная Корея, где сожрали даже кошек. 22 миллиона нищих и 134 миллиарда на создание своего собственного интернета.